Всех приветствую на канале BSN Library. Я продолжаю съемку коротких обучающих видеороликов для новичков и сегодня с вами видео мы будем учиться трюк под названием Chaplin. Это у нас даже не трюк, а целый прям отдельный аспект флиппинга. Мы рассмотрим классическую версию Chaplina и также рассмотрим вертикальную версию, которая нам тоже будет необходима для изучения, потому что это у нас базовые самые Chaplina. Собственно, сейчас переходим к Slow-Mo и дальше объяснение. Итак, теперь мы переходим к изучению Chaplina. Выглядит он у нас следующим образом. Собственно, что такое сам Chaplin? Chaplin это вращение ножа на безопасной стороне клинка вокруг любого из пальцев. То есть это может быть указательный, средний, я не знаю, безымянный, мизинец и так далее. То есть желательно Chaplin уметь абсолютно на всех пальцах, но как бы обучение, естественно, легче всего происходит на указательном и среднем пальце, потому что они у нас самые большие, длинные и гибкие. Так что показывать я буду в данном видео, по крайней мере, на указательном пальце. Итак, представляем ситуацию. Да, вы у нас полный новичок. Как начинать учить Chaplin и как к нему зайти? Зайти в него, так как вы новичок, можно самым простым методом, просто сделав обычный Basic Open. То есть мы откидываем руку от себя, выставляем палец вверх и закидываем клинок на указательный палец и, естественно, начинаем вращение. То есть выглядит это у нас вот следующим образом. Как бы вот так. Это самый простой базовый заход. Потом, когда уже научится Chaplin, можно выходить из него с ролла. Это выглядит явно более лучше и в каких-то моментах даже полегче. Но так как вы новичок, тут достаточно сложно изначально подобрать тайминг, так что будете пользоваться изначально просто самым обычным Basic Open в Chaplin. Вот. Итак, по моментам флиппинга, да, какие вообще есть нюансы? Собственно, первый нюанс заключается в том, что мы крутим Chaplin, да, то есть палец у нас стоит статично. То есть движение Chaplin, да, то есть кручение ножа вокруг пальца происходит за счет кисти. Да, то есть мы вращаем кисть по, получается, как бы против часовой стрелки. Это у нас обычный базовый Chaplin, он вращается у нас против часовой стрелки вот такими движениями кисти. Палец стоит ровно, да, то есть палец не двигается никак, он просто стоит, а движение происходит именно кистью. Это у нас первый момент. Второй момент. Chaplin мы обязательно крутим кистью, повернутой на себя, да, то есть кисть смотрит в нашу сторону. Когда Chaplin крутится кистью от себя, это неправильное выполнение, так делать не надо, это неправильно. Кисть повернута на себя. Это второй момент. Теперь, самая главная, да, вообще, так скажем, вещь, которая поможет вам выучить Chaplin, это увеличение амплитуды. Объясню, что я имею в виду. Так как вы новичок, первое время, да, то есть Chaplin у вас будет просто вылетать из рук, падать там нож на пол и так далее и тому подобное. Это нормально, все через это проходили, в этом нет ничего страшного. Как бы, все приходит с практикой и с опытом. Опять же, все люди разные. Кто-то учится за час, кто-то за день, кто-то за неделю. Как бы, самое главное, продолжать просто пробовать и рано или поздно он у вас получится. Собственно, Chaplin в своем первозданном виде, да, в нормальной его вариации выглядит вот так. Но, скорее всего, скорее всего, у вас так первые попытки, естественно, сделать не получится. Чтобы довести его до, так скажем, плюс-минус идеального состояния, вам нужно увеличить амплитуду. То есть, вам нужно сделать круг вращения кистью больше и плюс замедлить вращение самого Chaplin, да. То есть, делайте более медленные вращения и более амплитудные, да. То есть, вращайте кисть больше, как бы, ну, в больший круг. Это очень сильно облегчит вам обучение на первых порах, потому что инерции у вас будет меньше и контролировать ее, естественно, будет легче. Вот. И после того, как уже привыкнете к вот этому ощущению, да, вращения ножа вокруг пальца, вообще к этому таймингу и тому подобное, постепенно уменьшаете эту амплитуду, да. Да, то есть, делаете круг меньше, меньше, увеличиваете скорость и рано или поздно вы уже дойдете до плюс-минус, как бы, ну, идеальной версии Chaplin, которая должна быть в своем, так скажем, первозданном виде. Вот. В принципе, это у нас все вообще моменты в изучении обычного Chaplin, которые можно было только объяснить. Также в базовой версии Chaplin присутствует вертикальная его версия. На самом деле, она не сильно чем-то отличается от горизонтальной версии. Отличие, на самом деле, лишь в том, что в горизонтальной версии ладонь она смотрит вверх, в вертикальной версии она смотрит, получается, вбок. Ну, и также есть разница в инерции, да, то есть, в горизонтальную можно вкладывать много инерции и, ну, как бы, ножу будет достаточно проблематично слететь. Если вкладывать много инерции в вертикальный Chaplin, то ему куда будет более легче слететь. Так что, в принципе, это вся кардинальная разница двух этих Chaplin между собой. Учить их можно абсолютно, ну, так же, как и обычную версию, то есть, это увеличивание амплитуды, да, то есть, изначально делать, как бы, большую амплитуду и постепенно, постепенно, как бы, уменьшать эту амплитуду и делать ее более, ну, скажем так, адекватной. Вот, так же еще работает система с поэтапным обучением, да, то есть, например, с вашей тренд совсем не получается Chaplin, можете сделать один оборот, потом сделать, например, два оборота, да, то есть, именно амплитудных, потом сделать уже, как бы, три оборота и вот так вот постепенно, постепенно, постепенно вы будете, как бы, ну, нарабатывать, да, по несколько, несколько вот оборотов. И рано или поздно у вас уже будет, ну, Chaplin доведен до такого уровня, когда вы сможете сделать его уже, в принципе, ну, бесконечное количество раз. Вот, в принципе, на этом, думаю, можно закончить обучение всем вот этим базовым видам Chaplin'ов и перейти к концовке видео. В общем, надеюсь, данные на объяснение и ракурсы, которые были показаны в этом видео, помогли им в изучении Chaplin'а. Как я и говорил ранее, уметь нам его просто необходимо, потому что Chaplin'а это у нас не просто трюк, а целый вообще аспект, да, и третение в мире флиппинга, которое уметь просто необходимо, потому что, ну, в дальнейшем Chaplin'ы крайне сильно разнообразят ваши комбинации, связки, да, и сделают ваш пул трюков более сильным, универсальным и гибким. Вот, так что, думаю, на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, я все прошу, на все отвечу. Всем удачи и хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok